5 октября весь мир чествует педагогов. В нашем крае 20 лучшим алтайским учителям, победителям федерального конкурса профмастерства, вручили денежные премии по 200 тысяч рублей. В числе награжденных Барнаульский учитель истории и общества знаний, известный в регионе сподвижник патриотического воспитания Татьяна Анатольевна Нитбайло. Сегодня с ней мы поговорим о роли педагога в современном мире. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Ну, прежде всего, конечно, поздравляю вас с праздником и очередной наградой. Но то, что вас чествуют на региональном уровне, отмечают регулярно, мы об этом знаем. А на федеральном? На федеральном уровне эта награда для меня является третьей. Поскольку в таком конкурсе, очень высокозначимом среди нашего педагогического сообщества, я принимаю участие в третий раз. И три победы за плечами. Ну, в число лучших педагогов России вы попали и за патриотическое воспитание молодежи. Что значит «Патриот сегодня»? Насколько это востребовано, актуально? Ну, вы знаете, «Патриот сегодня» — это то же самое, что и раньше, в былые старые времена. Патриот — человек, который любит свою родину, любит свое отечество. И мы стараемся в учебном заведении нашем, я думаю, что педагоги других школ, также точно стараются сделать все, чтобы ребята были патриотами своей родины. Учились прекрасно, получали хорошее образование и отдавали свою жизнь за родину, в буквальном смысле слова. Ну, современные дети отличаются от детей, например, нашего поколения. Не то слово. Отличаются очень сильно. Да. Поскольку я работаю в лице 129, который обучает углубленно физике, математике, информатике, мы видим, что дети приходят очень и очень подготовленные. И, конечно, нам за ними угнаться трудно. Вы руководите поисковым отрядом, ездите в экспедиции по разным регионам страны и в то же время преподаете. Вот одно другому не мешает общественная деятельность, ну, так, относительно общественная деятельность, да, если можно говорить про поисковую работу. И вот учительская. Вы знаете, я знакома со многими руководителями поисковых отрядов. У нас в крае их уже почти 10. Практически каждый из них — это учитель. И поисковая работа, патриотическая работа — это вообще веление сердца, веление души. Конечно, очень трудно, поскольку мы в летнее время выезжаем в поисковую экспедицию, которая занимает у нас, ну, более 20 дней эта поисковая экспедиция занимает. И, конечно, потом в течение года мы занимаемся этой работой, разбираем наши находки, готовим ребят к конкурсной деятельности, к различным проектам, к исследованиям, готовим с ними эти работы. И это помогает ребятам в некоторой степени получить хорошие навыки дружбы, товарищества, получить те самые навыки патриотизма, прививку патриотизма, которую мы просто мечтаем о том, чтобы каждый из нас был патриотом. Много сейчас в вашем отряде ребят? Ну, вы знаете, наш отряд, он называется Алтайский краевой поисковый отряд «Высота». Поэтому ребята в отряд набираются со всего края. И это ребята из Рубцовского, Косихинского, Павловского, из города Бийска были ребята в отряде. То есть каждые две-три экспедиции, кто-то одну только экспедицию получается посещать. Поэтому в отряде ребята очень здорово сдруживаются, есть свое сообщество, есть группа небольшая ВКонтакте, где мы друг с другом общаемся. И не забывается то, что происходило на протяжении этих двух недель палаточного лагеря. Поскольку мы работаем в составе отряда поисковиков Мойзерского района, и с нами постоянно находятся взрослые люди, которые этим занимаются так же, как и мы, по велению сердца, по велению души. Работая на основной работе и остальное время посвящая вот этому. И многие из них считают, что действительно работа с ребятишками, которые приехали из другого региона за почти 6 тысяч километров, она дает и им заряд бодрости и энергии. Они видят, что эта работа востребована, и что вот эта поисковая деятельность нужна нынешним гражданам. И я счастлива, что вот эта нить, которая завязалась еще давным-давно, 10 лет назад, с Республикой Карелия по просьбе родителей, все это было сделано моих, и был открыт мемориал на том месте, где погиб сибирский батальон. И выпущено несколько книг уже журналистами нашими алтайскими. И должна сказать, что буквально в августе месяце пришла к нам весть о том, что найдены останки бойца сибирского батальона, там, где мы проводили раскопки постоянно. И сейчас там, в селе Ругозера, находится внучка этого солдата, Валентина Ворончихина. И я надеюсь, что 9 числа, все будет благополучно, мы встретим ее вместе с останками деда. 10 октября будет большое мероприятие в селе Дмитратитово Кэтминовского района, потому что родственники приняли решение, поскольку это для них очень великое было событие, провести захоронение солдата там, где его малая родина. Поэтому вот такие события, они очень важны. Мы постоянно на связи. У нас нет такого понятия, как закончилась поисковая экспедиция, забудьте до следующего года. Нет, конечно. Мы постоянно переписываемся, постоянно помогаем друг другу в поиске, в розыске. И я вообще горжусь тем, что в этом году состоялась премьера документального фильма «Высота». Фильм создан режиссером Верой Анатольевной Уразовым, членом Союза кинематографистов. Она с нами была дважды в поисковой экспедиции, в 2013 и в 2017 году. И вот 7 сентября, в день, когда погиб сибирский батальон, в Барнауле прошла большая премьера этого фильма. В интернете можно посмотреть? Пока его нельзя посмотреть нигде, поскольку сейчас Вера Анатольевна также в этой экспедиции. И как бы дополнение к фильму будет сделано. Ну и поскольку это профессиональный режиссер, то есть там все разрешительные документы, когда будут оформлены надлежащим образом, тогда уже все. А пока мы проводим премьеры в тех восьми районах края, где были взяты герои для фильма. Давайте возвращаемся к профессии учителя. Понимаю, что об этой работе вы можете говорить бесконечно. Конечно. Вот современный учитель, какими должен обладать качествами? Отличается ли он от учителя 90-х, к примеру, годов, наверное? Потому что сейчас бытует мнение, что учитель должен исключительно обучать, а воспитанием заниматься родители. Ну, должна сказать, что наше педагогическо-профессиональное сообщество не придерживается этой точки зрения, во-первых. Во-вторых, родители сейчас, большинство из них, заняты на работе, очень плотно. Поэтому и воспитанием, и обучением занимается педагог, занимается классный руководитель. И, конечно, мы стараемся вложить все наши знания, наши умения, вложить потребности душевные в каждого ученика. Не случайно поэтому у нас в лицее сентябрь, октябрь – это время, когда к нам приходят наши выпускники. Радуются достижениям своим, мы за них радуемся. И мы знаем о наших выпускниках очень многое. Мы знаем, что Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск – это там, где они востребованы с их знаниями. Ну, надеемся, что вернутся к нам в край, чтобы поднимать экономику края. А что бы вы посоветовали молодым начинающим педагогам такого, чтобы они в профессии не разочаровались и не убежали из школы? Ну, мы не будем говорить о финансовой составляющей. Это риторические вопросы, конечно. Но, вы знаете, педагоги идут в школу. И у нас в лице есть молодые педагоги, есть учитель истории, молодая Анна Викторовна Захарова. Я надеюсь, что ей в этой жизни повезет и с ребятами, и с теми профессиональными достижениями, о которых я бы хотела сказать, что не бойтесь участвовать в конкурсах, не бойтесь выходить на вершины. Ну, и произнести одну из своих любимых поговорок одного из поэтов, который писал об Алтайе. Взобраться на высокую вершину не так-то просто. Труднее поверить, что вершина есть. А вершины есть. И чем выше ты взбираешься, тем больше и больше вершин перед тобой. Поэтому советую всем молодым педагогам больше подвигов совершать и на благо своего учебного заведения, и на благо нашего Отечества. Педагогов еще раз с праздником! Конечно, я это хотела сказать. Спасибо, что в праздничный день пришли к нам в студию. С праздником, дорогие коллеги. Вам спасибо. Всего доброго. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях Татьяна Анатольевна Нидбайла, учитель истории и общества знаний, лицея номер 129, почетный работник общего образования Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова